Привет, у микрофона Саша, и я очень рад вас видеть на канале Apple Explosion. Apple запустила официальные продажи iPad 2019. Это уже седьмой iPad. Сейчас расскажу абсолютно всё, что нужно знать про это устройство. Чем оно отличается от iPad 2018? И стоит ли его покупать? Прошу вашей поддержки в виде лайка и комментария. А теперь погнали! Дизайн iPad 7 в сравнении с шестым почти не изменился. Это по-прежнему алюминиевый корпус. Как всегда, есть три цвета – серебристый, золотой и спейс грей. Зато увеличился размер экрана до 10,2 дюймов. Поэтому iPad 2019 стал немного больше, несмотря на уменьшенные рамки дисплея. Сравнение размеров нового и старого поколения iPad на экране. Разница в габаритах небольшая, но для кого-то это будет важно. В новинке используется такая же IPS-матрица, как и в прошлогоднем планшете. Единственное различие в размере экрана и его разрешении. В iPad 7 разрешение 2160 на 1620 пикселей, а в прошлогодней модели 2048 на 1536. Плотность пикселей не поменялась, это 264 пикселя на дюйм. Никакого антибликового покрытия и полного ламинирования матрицы не появилось. Планшет работает на базе процессора Apple A10 Fusion. Это 64 бита. Такой же стоит в прошлогоднем iPad и в iPhone 7. Он работает в паре с сапроцессором движения M10. Сейчас A10 Fusion сложно назвать производительным решением. Но чип еще точно будет актуален пару лет. Планшет имеет точно такой же аккумулятор, как и в iPad 2018 года. Емкость батареи составляет 8227 мАч. iPad 7 может работать до 10 часов активного использования. Объем оперативки увеличился с 2 до 3 гигабайт. И это единственное крупное изменение планшета внутри. Что касается встроенной памяти, то есть два варианта. 32 либо 128 гигов. К сожалению, версии на 256 гигов не появилось. Камеры тоже не потерпели никаких улучшений. Они такие же, как и в том году. Основная камера 8 мегапикселей с апертюрой f2.4, с пятилинзовым объективом и возможности записи видео 1080p 30fps. Есть поддержка slow motion 720p. 120 кадров в секунду. В наличии только программная стабилизация. Фронтальная камера снимает в разрешении до 1,2 мегапикселей. Поэтому максимум, что вы можете делать с этой камерой, это говорить по фейстайм. Не более. С селфи на такую камеру выходит ну очень плохого качества. В iPad 7 с модулем 4G установлен LTE модем на 1 гигабит. Он обеспечивает скорость до 979 мегабит в секунду. Прошлогодний планшет мог разогнаться только до 300 мегабит в секунду. Тач-айди второго поколения остался на месте. Есть поддержка Apple Pencil первого поколения. Понятное дело, iPad 7 поддерживает все фишки iPadOS. Также можно подключить джойстик от приставок Xbox или PlayStation. А также другие контроллеры от других производителей. iPad 7 поколения наконец-то научился работать с SD карточками. Но понятное дело, что никакого переходника в комплекте нет. И его нужно докупать отдельно. iPad 2019 получил поддержку Smart Keyboard. Ведь теперь в планшете есть Smart Connector. В iPad 2018 года его не было. Комплект поставки тоже не поменялся. В коробке есть адаптер питания на 12 Ватт и Lightning кабель. Ведь в планшете не появилось никакого USB-C. iFixit уже разобрали планшет. Собственно говоря, от них мы узнали емкость аккумулятора и размер оперативки. И компания сказала, что у iPad 2019 очень низкая ремонтопригодность. Из-за большого количества клея и припаянного разъема Lightning. Но если вдруг треснет экран, то его можно заменить отдельно. Хотя бы это радует. Ценники на новинку на ваших экранах. Тут решайте сами. А прошлогодний iPad Apple сняла с продаж на официальном сайте. Теперь его можно купить только у авторизированных реселлеров. Разница между планшетами минимальная. iPad 2019 нужно брать только тем, кому нужен дисплей побольше и поддержка Smart Keyboard. Остальные могут смело смотреть в сторону прошлогоднего iPad. Ведь цена на него заметно вкуснее. Но если бюджет позволяет, то конечно же лучше взять последний планшет. Ведь там на 1 гигабайт больше оперативки. Думаю не нужно говорить о том, что нет смысла в обновлении с iPad 2018 на iPad 2019. Что ж, вот таким вот получился в этом году планшет от Apple. Мне очень интересно знать, будете ли вы его покупать, как он вам и что вы вообще думаете по этому поводу. Поэтому обязательно пишите об этом в комментариях. Также поддержите меня лайком, ведь видео выходит каждый день. Я сплю очень мало и стараюсь для вас. И конечно же подпишитесь на телеграм-канал, ведь там очень интересно. Все ссылочки вас ждут под видео. Думайте иначе. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok